Всем привет! Познакомился я с китайской компанией Umidigi совсем недавно, всего полгода назад, и знаю ее как хорошего производителя недорогих смартфонов среднего уровня, но с замашками на флагманские устройства. Umidigi за эти полгода показала очень хорошую активность по производству годных гаджетов, как умных часов, которые были у меня на тесте, так и смартфонов. Протестировав их смартфон Umidigi F1, я остался очень доволен и удивлен. Удивление произвела цена за его очень неплохие характеристики, он мне реально понравился. Сейчас ко мне на обзор идет еще один телефон с очень хорошими характеристиками и красивым дизайном. Это Umidigi X. Тест и обзор телефона будет в скором будущем. И вот буквально недавно случилось новое событие. Китайский производитель гаджетов по разумной цене, компания Umidigi, презентовала свое очередное творение. Смартфон Umidigi F2, который сравнивают с Redmi Note 8 Pro, так как характеристики у них почти идентичны, но цена, что интересно, разная. Внешность новинки сложно назвать оригинальной. Перед нами слегка упрощенный по материалам и дизайну Huawei Honor 20 Pro. С одной стороны налицо заимствование идеи, с другой стороны для ценового сегмента экстерьер просто изумительный. Красивые оформления четырех фотомодулей, стеклянная задняя панель, боковой сканер отпечатка пальцев и безрамочный 6,5-дюймовый FullView экран с 32-мегапиксельной фронтальной камерой Островком определенно заставит окружающих людей обратить внимание на привлекательный фаблет. Качество дисплея при этом на хорошем уровне. Изображение расширением 2340х1080 пикселей и соотношением сторон 19,5х9. Характеризуется и достаточным запасом яркости и неплохой контрастностью цветов. По части технических характеристик все пристойно. Новейший процессор Mediatek Helio P70, 6 гигабайт ОЗУ и видеоускоритель Mali-G72 MP3 готовы представить плавный геймплей в требовательных игровых приложениях, даже при средних графических настройках. Хранить игры можно на 128 гигабайтах ПЗУ. Если внутреннего хранилища вам не хватит для многочисленных коллекций музыки и видео, то его можно расширить карточками microSD. Основные 48, 13 и 5 мегапиксельные фотокамеры справляются и с дневной и с вечерней съемкой. Позволяют осуществлять микросъемку и даже делать снимки с эффектом боке. Вроде очень даже хорошо по моему мнению. Не огорчает и автономность благодаря батареи в 5150 мАч. Покупателю можно смело рассчитывать на 10 часов активного экранного времени. Android 10, NFC и доступная цена вкупе с многочисленными достоинствами. Увеличивают шансы F2 стать популярным у многих пользователей, которые хотят достойные устройства за небольшие деньги. Кстати, насчет денег, то есть цены. Сейчас смартфон стоит 250 долларов. Но 14 октября, когда состоится глобальный открытый предзаказ, то цена у F2 будет всего 179,99, то есть 180 долларов. А еще первые 1000 человек получат и в подарок беспроводные наушники U-Pots. Мне кажется, что за такие деньги смартфон просто топ, жир и пушка. Так что если вам нужен либо себе, либо на подарок мощный и красивый смартфон за приемлемую стоимость, то можете присмотреться. Хорошенько подумайте над покупкой и помните, что 14 октября цена на устройство будет самая вкусная. Ну а если вы никуда не спешите, то думаю, что через месяц-два я сделаю обзор на это устройство. И тогда вы узнаете не только мое мнение про гаджет, но и мой опыт использования устройства. А на сегодня пока все. Если ролик был для вас полезным и интересным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока!